Морская столица России встретила участников регаты ветром и тучами. Но к плохой погоде экипажу парусных яхт не привыкать. За плечами многих капитанов сотни миль арктических льдов русского севера. Флагманом флота выступила легендарная яхта Петр I. Три года назад она совершила арктическую кругосветную экспедицию без помощи ледокола. Первый мировой рекорд мы установили в 2010 году, когда мы были еще юнцами, по 25 лет нам было. Мы обошли Волковый полюс за одно лет. Это первое в истории мирового мореплавания, раньше всех ледоколов, раньше всех подводных лодок, быстрее всего. Это была парусная яхта, российская яхта Петр I. Это первый наш рекорд абсолютный. И второй рекорд. Дальше нас никто не заплывал под парусами на север. 82 минуты, 18 минуты. Северной Шартын. В этом году будем стараться бить этот рекорд в свою собственную жизнь. В этом году регата собрала рекордное количество зарубежных команд. Из Петербурга в Мурманск отправились яхты из Голландии, Финляндии, Норвегии, Швеции. Традиционных морских держав, для которых Балтийское море – родная стихия. 13 отважных капитанов проведут 42 дня в пути и оставят 3000 миль за кормой. Поляк Ришард Войновский – самый настоящий морской волк. Бесконечно в влюбленный в свое дело, он посетил десятки иностранных гаваней и на достигнутом не останавливается, собирается в арктическое кругосветное путешествие. Это была всегда моя мечта, чтобы поплынуть вокруг Северного полюса. И сначала мы пойдем в гонку с Данилом, с другими яхтами через озеро Ладога, Онега, Беломорский канал, до Архангельска. И с Архангельска мы пойдем на землю Франца Иозефа. И когда Ладар разрешают, мы пойдем на восток, над всю Россию, и потом над Канадой и домой. Это будет 4 месяца. Регата состоит из двух частей. Развлекательные, во время которой яхтсмены обмениваются опытом, и экстремальные для отчаянных капитанов. Им предстоит самая северная гонка в мире, в суровых водах Северного ледовитого океана. Подготовка к такому путешествию требуется особая. Регаты такого масштаба обычно организовываются как минимум за полгода, за 9 месяцев, для того, чтобы успеть подготовить площадку, успеть подготовить команды, успеть подготовить яхты. Поэтому обычно мы это начинаем делать как минимум за 9 месяцев. Мы готовим маршруты, поскольку наши регаты стартуют из Стокгольма. Продолжительность маршрута 10 дней, протяженность около 500 миль. Поэтому все лодки должны быть хорошо подготовлены. Для этого требуется время. Планы у спортсменов грандиозные. Добраться до Арктики, проплыть по ней 2000 миль и привести фрагмент настоящего арктического айсберга. Кроме того, парусная регата старается обратить внимание общественности на экологические проблемы. Экипажи захватят с собой на материк арктический мусор, который найдут во время путешествия. Мы прежде всего хотим, чтобы что-то менялось в нашей стране, чтобы где-то наши дети потом жили в каких-то правильном обществе. Поэтому все это делается для детей. Мы будем делать парад парусов, чтобы мальчишки смотрели, что такое яхты, что это в городе бывает. Мы будем делать праздник, морской фестиваль на Синовецком маяке, на Ладоге сразу. Чтобы все было наглядно и доступно. И все могли принимать в этом участие. Конечно, экология. Арктика страшная помойка, но она чистится. Мы стараемся привлекать к этому внимание и снимать об этом фильмы. Конечно, спорт. Потому что мы спортсмены экстремалы. Мы можем профессионально ходить там, где, в принципе, не каждый выживет. Одна из целей регаты при общении к русской культуре. Для зарубежных яхтсменов это уникальная возможность увидеть красоты русского севера, насладиться пейзажами Ладожского и Онежского озера, а также Белого моря. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова